Привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала. У микрофона, как всегда, Алья. Сегодня у нас будет немножко необычное видео. Мы не будем играть в игрушки. Вернее, мы будем играть в игрушки, но не сразу. Для начала мы откроем вот такую вот коробочку. Решила себя порадовать и купить, наконец-таки, геймпад для своего андроид-устройства. Игрушки у нас с каждым разом становятся сложнее и сложнее, и не всегда уже удобно играть на экранах обычного телефона, то есть используя виртуальные стики и тому подобное. Вот для таких как раз случаев я себе решил прикупить данное устройство. Называется это дело MadCats, довольно известная компания, а именно данный геймпад это KTRL. Итак, давайте мы не будем тянуть и откроем эту коробочку. А да, кстати, хотел сказать, что дизайн коробки выполнен довольно интересно. У нас грани так вот вырезаны, и это довольно прикольно. Я когда его купил, сначала подумал, что коробка помятая, но это не так. Это такой вот элемент дизайна, и, по-моему, это все прикольно так выглядит. Давайте откроем эту коробочку. У меня есть такой вот прикольный черный ножик, с помощью которого я это буду все дело открывать. Поехали! Что-то ему там мешает, я не могу его вытащить. Возможно, они с той стороны... Да, вытаскивал я они и с той стороны. В общем, надо было просто вниз потянуть, я что-то зачем-то наверх это потянул все дело. В общем, вот так вот легко это открывается. Этот футляр мы можем уже убрать. Здесь мы видим фирменный логотип компании. И давайте продолжим. Да, вот так это все дело открывается. Так, что мы здесь видим? У нас здесь есть бумажечки. Думаю, там будет инструкция, как это все дело работать должно. Также наклеечки. Прикольно. Дальше. Непосредственно сам геймпад. Батареечки и вот такая вот штука. Но о ней поговорим чуть позже. Давайте достанем. Так, все аккуратненько у нас здесь запаковано. Стики в таких футлярчиках. И вот он, вот он, вот он геймпад. Так, ну, так. Ну, что я могу сказать? Внешне довольно прикольно он выглядит. Давайте наклеечки сейчас сразу уберем. Чтобы они не мешали нам. Чтобы они нам не мешали. И чтобы мы могли все нормально пощупать, посмотреть. Так, ну, давайте о коробке. Да, вот у нас, получается, здесь батарейки были. Обычные батарейки мизинчиковые. Коробочку уберем. Геймпад. И вот такая вот штучка. Это специальная... Ага. Ну, ладно, разберемся. В общем, это специальная штука, чтобы крепить на нее наш телефон, наше устройство. Ну, что же. Геймпад очень сильно напоминает контроллер Xbox 360. То есть, не зря я его сюда положил. Как видите, все это дело похоже. Ну, насколько мне известно, эта фирма делает контроллеры для приставок, компьютеров. И вообще делает девайсы для... Ну, то есть, игровые девайсы для геймеров. Компания довольно-таки известная. И вот решили они сделать контроллеры для мобильных устройств. То есть, есть вот такой контроллер для Android-устройств. И точно такой же геймпад для устройств на базе iOS. То есть, для айфонов, айпадов и так далее. Стоимость. Стоимость такого геймпада составляет 3000 рублей. Что довольно-таки не дешевое удовольствие. Ну, сейчас мы будем пробовать, тестировать. И узнаем, то есть, стоит ли он своих денег или нет. Кстати, да, вот что меня удивило. Контроллер от MadCats, но для iOS-устройств. Притом, контроллер похожий. То есть, он по дизайну мало чем отличается от контроллера для Android-устройств. Стоит, по-моему, на 700 рублей дешевле. И мне было непонятно, почему так. Ну, да ладно. Так, что здесь у нас необычного? Необычного это то, что у нас есть вот такие вот кнопочки наверху. Как я понял, это кнопки громкости. То есть, мы можем регулировать громкость с помощью данного контроллера. И кнопочки переключения. Переключение композиции, что ли. Точно не знаю. Но, наверное, для музыки. Возможно, можно использовать этот геймпад как пульт дистанционного управления. Также у нас здесь есть кнопка посередине, также с фирменным логотипом. Это кнопочка у нас включения. Стики довольно прикольные. Ну, вот, слышите, да? Шумный немножко геймпад. Ну, да ладно. Также у нас есть такое вот переключение внизу геймпада. Это мышь, компьютер и мобильная. То есть, как я понял, это чтобы мобильными устройствами управлять, играть. Так, дальше смотрим. Здесь у нас такая вот крышечка. Давайте попробуем ее открыть тихонько. Да, вот. Здесь крышка для батареечек наших, которые, кстати, вот идут в комплекте. Я почитал. Батарейки держатся при игре, по-моему, порядка 40 часов. Потом нужно будет либо купить и новые. Ну, лучше, я думаю, взять аккумуляторы, чтобы не париться, не покупать каждый раз другие батарейки. Ну, и, в общем, заряжать их. Также здесь есть вход USB. Микро-USB. Если честно, я не знаю пока, для чего он нужен. Если вы знаете, то напишите в комментарии. А, кстати, нет, я, наверное, даже знаю, для чего он нужен. Этот геймпад, как я уже говорил ранее, то есть мы можем к компьютеру подключать, то есть играть в игрушки на компьютере. И вот как раз-таки, наверное, с помощью этого входа мы подключаемся. Наверное, так. Давайте вставим батареечки, включим его и синхронизируем с телефоном. Поехали. Да, вот у нас включается контроллер, загорается красно-синий цвет. Тут же на устройстве, на моем Bluetooth, появляется данный контроллер. И давайте подключимся. Вот у нас идет сопряжение. И все. В общем-то, довольно-таки легко все это дело происходит. Одно нажатие, и наше устройство связывается между собой. И как они связались, у нас активной становится синяя подсветка на центральной кнопке геймпада. Давайте теперь попробуем во что-нибудь поиграть. Я заранее скачал парочку игрушек, которые давно хотел поиграть с помощью геймпада. И давайте попробуем. Ну что я могу сказать? Играть очень даже удобно. Контроллер прекрасно лежит в руке. Тут главное вообще иметь опыт игры с геймпадами, и тогда у вас все будет хорошо. У меня, к сожалению, такого опыта не так-то и много, поэтому будем учиться. Еще одна... Еще один момент. С планшетами будет все гораздо проще. То есть вы всегда можете поставить куда-нибудь на стол, сами сесть на диванчик и спокойно себе тихо, мирно играть. Со смартфонами все гораздо сложнее. Экранчик довольно-таки маленький, поэтому если его положить вот таким образом на стол, то играть не всегда удобно, потому что, сами понимаете, что все не так-то будет хорошо видно. И, ну, не знаю, мне не очень понравилось. Поэтому здесь у нас есть в комплекте такая вот штучка, это держатель, о котором я вначале говорил. Скажу сразу, что вначале он меня испугал. Я не совсем понял, как это работает, то есть как мне помещать туда свое устройство, потому что изначально он довольно-таки маленький, в таком маленьком положении. Но все оказалось намного проще, чем я ожидал. То есть мы просто его вот так вот растягиваем и помещаем устройство непосредственно уже на сам держатель. Сразу скажу, что девайс аж никуда не выпадет, все держится довольно-таки крепко, и по этому поводу беспокоиться не стоит. Дальше мы просто помещаем этот держатель уже непосредственно на наш геймпад и закрепляем с помощью вот такого вот болтика. Если бы я не был рукожопом, то у меня бы все сразу получилось, поэтому, думаю, у вас все это точно получится и все будет хорошо. Ну и вот таким образом у нас получается некое подобие такой портативной приставочки. Это очень удобно, и вот такой вот формат для смартфонов мне гораздо уже больше понравился. Сразу скажу, что все сделано здесь по уму, девайс вперед не перевешивает. При этом угол, то есть под таким наклоном расположен наш девайс, что очень все удобно, то есть очень удобно смотреть на сам экранчик телефона. Играть очень удобно, мне понравилось. В некоторых игрушках все-таки настраивать придется управление, но это дело буквально за 5 минут решается, и при том вы настраиваете все так, как вам хочется. Это здорово. В общем, довольно-таки хороший геймпад, мне он понравился. Будем теперь играть, снимать обзорчики. Думаю, в скором времени снять подборку игрушек именно с геймпадом. Думаю, вам будет такой формат интересен, поэтому напишите в комментариях, как вам вообще видео, понравился ли вам такой геймпад, играете ли вы с геймпадами на своих устройствах. Если да, то расскажите, какими устройствами вы пользуетесь, какими геймпадами пользуетесь и вообще делитесь своими впечатлениями в комментариях под видео. Также ставьте обязательно пальцы вверх, это очень приятно, когда много лайков это мотивирует. Ну и само собой подписывайтесь на канал, если вы этого до сих пор не сделали. Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть Android, чтобы быть в курсе всех новостей о зеленом роботе. А с вами был Илья, вы смотрели мой Игр День, до скорой встречи всем, пока!